В Ивановской областной библиотеке для детей и юношества живили сказку Любови Тощевой «Волшебные узоры». В этой книге сендены два вида творчества – литература и живопись. Напечатана она была в конце декабря, но чтобы не проводить скучную презентацию, сотрудники и читатели подготовили тетрализованное представление. Когда я просмотрела эту чудесную книгу, чудо которой заключается в следующем, что здесь слились два вида искусства. Живопись, потому что Любовь Тощева, автор этой книги, и текста, и рисунков, она художник по батику. И вот собрав все свои батики воедино, она их связала такой логической литературной мыслью, и получилась интересная такая сказка. Главную роль Любовушки, русской красавицы, сыграла Анастасия Пеньковская, студентка Киевского института культуры. Актерское амплуа она примерила на себя впервые. У меня очень важная роль – показать идеал русской девушки. Она смелая, отважная, красивая, вот такая, как и должна быть. И это очень ответственная роль, поэтому я сразу согласилась, обрадовалась, что вот я приехала и сразу вот на такую роль. Я не профессиональный актер. Сложно было, самое первое, стать из современного человека, перевоплотиться в девушку-любавушку тех времен. Во-первых, это было лет 300 назад, а во-вторых, это еще и сказочный герой. То есть это совсем, все движения другие, все мимика, эмоции, вообще осознание мира другое, поэтому очень тяжело было. Сюжет сказки сводится к тому, что старая колдунья, злобеда, украла из города краски радости и счастья. А простая девушка-любавушка отправилась их искать. Коль не боишься, иди и попроси у царицы ребенка, для всех для нас, счастья, краски, радости. Но только помни, любавушка, царицы-то, они грозные богини. Они могут у тебя что угодно попросить. Не забоишься отдать все, что у тебя есть? Не забоюсь. Спектакль «Волшебные узоры» стал первым в программе городского фестиваля «Театральная кафедра». В своей двери театр книги «Карноватка» распахнет еще не раз для своих зрителей. А в гости с удовольствием приходят и дети, и взрослые. Любовь Почерникова, Олег Милёшин, РТВ Иваново.